Всем привет! Привет! Опа! О! Фуф! Ура! Свершилось! Пишут нам в чате. Привет, дорогие друзья! 8 часов 25 минут на часах в нашей студии. Сегодня у нас пятница, сегодня 8 сентября. Мы рады вас приветствовать, немножечко-немножечко задержавшись. Внезапно! Я уже в Рязань собралась. Почему в Рязань-то? А как вы вообще формулируете решение о своей жизни? Типа нету РСВРТ, значит пора в Рязань. Может быть в Сызрань? Ох, а так еще никто не путал. Это было бы интересно. Ну что, смотрите, дорогие друзья, на новости Самары у нас времени не остается. А вот Сызрань? А вот Сызрань! А вот Сызрань! А вот Сызрань мы вполне себе можем осветить для вас, по крайней мере, ее облик в прошедшей неделе, новости, которые мы заслужили. Я напомню, это новости, которые мы собираем именно в издании «Котовая луч» кропотливо. Кропотливо, кропотливо, всю неделю, за всю неделю мы собираем эти новости. Издание «Котовый луч» самое кликбейтное, самое желтое, самое шедевральное в плане заголовков. Нельзя читать статьи, можно читать заголовки. Именно это мы для вас сейчас и сделаем. В Сызране установят гигантскую трубу для дыма Минобороны. В Сызране установят гигантскую трубу для дыма Минобороны. Продолжай, продолжай. А! Психбольница, театр кукол и библиотека накануне призыва в армию россиянам готовят сюрприз. В Сызране две подруги решили похмелиться и закончилось все раздачей денег на улице и уголовным делом. Грибник, махая ведром, бросился на утек от лесных смотрителей в Сызране. Жители Самарской области реже чешутся, но чаще заражаются гусарским насморком. Ветеринара, который не смог смотреть на рыбу, оштрафовали за полтора миллиона. В Сызране женщина вонзила нож в грудь супруга, а подруге досталась чугунной сковородкой. Гашиш в тыкве, наркота в банке с медом, чего только не возят в поездах мимо Сызране. В Сызране пожаловалась на празднично справляющих нужду горожан. Российский пенсионер подстрелил друга из авторучки. 340 лет и все без меня. Знаменитый Дмитрий Губерниев просится в Сызране. Видео. Вегетарианка с опасным рационом довела себя до катастрофы и едва не лопнула. Это была неделя в исполнении КТВ «Луча» и исполнении Даши Литвишко. На этом мы с Сызране закончим. Но неделя с Сызране закончилась, а неделя с нами только начинается. Про человека унитаза нет новости, расстраивается Алексей Безымянко. Видимо, они поняли, что эта новость настолько календжовая и без их помощи, что вот влезать туда, на эту поляну, уже не стоит. На самом деле, я вчера специально искала. Да. Я вчера специально искала новость про человека унитаз и не нашла ее. Правда, ничего по этому поводу не было в КТВ «Луча». Все-таки в первую очередь... Как ты себе это объясняешь? Я уже начала даже объяснять. В первую очередь это Сызранское издание. А уже во вторую очередь они подхватывают новости Самарской области и иногда привязывают даже очень федеральную повестку. Ну вот из разряда «Что возят в поездах мимо Сызране?». Поэтому, может быть... Это в Сызране было, да? Да, Даша. Поэтому от КТВ «Луча» и ждали эту новость. Я думала, это было в каком-то другом городе Самарской области. Нет. В общем, ни одной новости про это не было. Зато у меня для вас есть новость. Новость заключается в том, что пришло время. Пришло время нам разворачиваться на исторические разворты. Игорь Валентинович, здравствуйте. Сегодня у нас снова будет про погибель, но в этот раз про суицид, насколько я понимаю. Да, я заметил, что вам понравилась тема про суицид по приказу. Да мы тут все надеемся. Нам так понравилось, так понравилось, что мы прям, да, ждем не дождемся. Вот я решил привести самый известный пример, значит, в Германии во время Второй мировой войны, значит, Эрвина Роммеля, генерал-фельдмаршала, любимца Гитлера, которому был отдан как раз такой приказ о самоубийстве. И он его очень добросовестно исполнил. Вот, и вот хотелось бы понять, как это все получилось, и почему, и зачем, и как это все прикрывалось, и как это все хитро, потому что ради политики все на свете можно делать. Ну вот, итак, Эрвин Роммель, это, значит, он, вообще он хотел быть этим авиаконструктором. Вот, но вот папа его, кстати, папа у него был учитель, вот, значит, мама была такая, ну, довольно богатая, как бы девушка с богатством, потому что у нее там очень высокопоставленный чиновник был папаша. А вот Эрвин Роммель как раз вот воспитывался в семье учителя, и вот папа почему-то очень сильно настоял на вот его, не технической, как он хотел, профессии, а именно на профессии военного. Ну, и он учился в Данцикской военной школе, ну, и во время Первой мировой войны был пехотинцем, был в Италии сначала в альпийских стрелках, руководил там отрядом альпийских стрелков. И там вот как раз заметили, что этот человек обладает очень большой смелостью, и самое главное, он обладает каким-то удивительным умом, военным именно умом. То есть человек умеет просчитывать как-то вот так вот, очень молниеносно при этом просчитывать, что будет выигрышным, и может, ну, то есть в Италии там, он показал примеры, когда он маленький, абсолютно мизерным отрядом практически разогнал, значит, крупный в несколько раз превосходящий его отряд противник. И это произвело впечатление. Следующее его действие, которое тоже сильно произвело впечатление, это под Парижем, когда он, значит, просто как-то авантюристски выгнал огромный полк французов из населенного пункта, просто вот разыграв игру того, что их немцев здесь очень много. Французы перепугались и просто, так сказать, бежали из этого села, и, значит, тут же открылась вот эта его удивительная способность на авантюры, которые приносят результаты, приносят очень хорошие результаты. В ЕМСК Республике он был в рейсфере, то есть полностью отдал себя военной службе, довольно успешно, и когда приходит в Германии к власти Гитлера, собственно говоря, он тут же себя проявляет. Я вот попытался найти, в чем же это проявление оказалось, почему Гитлер так сразу пропитался к нему большим доверием, в разных источниках говорится о том, что он что-то там во время присоединения судетов, он что-то там сделал. А что так и не находится? Пытался выяснить, так что же он там в суде так-то сделал? Но, тем не менее, Гитлер его назначает начальником собственной охраны. То есть вот насколько он к нему пропитывается высочайшим доверием человека из военной среды, которого он не знает. Ну, единственное, что они оба ветераны Первой мировой. Ну, вот он назначает его начальником собственной охраны. А когда начинается Первая мировая война, он из пехотинца превращается в руководителя танкового, это 7-й танковой дивизии, и активно поднимает участие, играет основную роль в известном, значит, вот этом заявлении трех стран, Бельгии, Нидерланд и Люксембурга, чем тоже вызывает бурный восторг Гитлера, его там очень хорошо награждают, и он становится в главе африканского корпуса, который ведет военные действия в Африке и ведет действия против англичан. И это тоже такой, это практически пик его карьеры, потому что опять на него сыпется куча наград, к нему просто с восторгом относятся Гитлер, но с другой стороны, самое удивительное, что к нему с восторгом относится Черчилль. Значит, другая сторона, он называет Ромеля лисом пустыни. Ну и реально, если описывать действия, которые он совершил против английских войск, и нанес им поражение, то он практически ведь выгнал, значит, англичан с всей Северной Африки. Практически их выгнал, он практически их выгнал вот на аравийский пункт, ну, прижал их к Нилу, и при этом он это делал маленькими силами, небольшими силами, и англичане его превосходили по силам. И это очень хитрые маневры, это очень, ну, например, такие вещи, как только он прибыл в Африку, он первым делом объявил, что надо срочно все автомобили, которые есть, которые есть вот в армии, все превратить в танки, то есть, проще говоря, их фанерой надо сделать, что это как будто танки. Вот, и реально этим занялись, плотники активно начали делать, и когда англичане делали разведку, они вдруг обнаружили, что с Ромерем прибыло огромное количество танков, на самом деле этого не было. Вот, ну, и это его успехи, вот, 41-го года, 42-м, в 42-м году, конечно, он самых высоких успехов добился, он практически прижал, значит, англичан к Александрии, к Нилу прижал, и, значит, к концу лета 42-го года, вот как раз конец лета 42-го года, это событие в Сталинграде, и конец лета 42-го года, это вот столковение в Аламее, самое крупное в Африке, вот, под руководством Ромеля. Ну, уже тогда, Ромель сообщал, не хватает, все, нехватка колоссальных ресурсов, нехватка танков, нехватка бензина, нехватка снарядов, нехватка всего, ресурсов не хватает, он требовал, значит, плюс еще англичане очень активно действовали в Средиземном море, и просто поставки пресекали, отправляли на дно до 2-3 всех военных кораблей, которые с Германией везли вооружение для Ромеля. В общем, нехватка всего, в конечном итоге, 42-й год, зима 42-го, 43-го года оказалась катастрофически не только в Сталинграде, но и вот под Эл-Амей, где Ромель терпит поражение, в основном из-за нехватки ресурсов, и, в конце концов, в марте 43-го года он летит напрямую на встречу с Гитлером с требованием «надо выводить войска из Северной Африки», потому что уже англичане, потому что высадились уже американцы, уже прижимают их в Тунисе, и что дальше может быть катастрофа и капитуляция. Гитлер рассержен, ругается на Ромеля и говорит о том, что ни в коем случае, мы должны оставаться там, но это заморчилась катастрофой. В мае 43-го года, значит, вот это соединение в Тунисе практически полностью капитулировало и сдалось англичанам и американцам, а Ромеля переназначают, он ведет военные действия сначала на юге Европы, то есть там в Италии, потому что высаживается в Сицилии и дальше в Италии союзнические войска, а потом его перебрасывают в Нормандию, и там он 17 июля 44-го года получает тяжелейшие ранения, он был обстрелен английским спидфайером, даже не английским, канадским спидфайером, он был обстрелен, его машина, и он получает очень тяжелые ранения, и даже было опасение, что он гибнет. Но самое интересное, 17 июля 44-го года, буквально через три дня заговорщики взорвут бомбу под Гитлером, я об этом уже рассказывал, и, значит, все-таки Ромель вылезает из болезни, он приходит в себя, значит, дома, и там же, собственно говоря, он узнает о вот этом заговоре, вернее, все считают, что он знал про этот заговор, и самое интересное, что когда, значит, пытали всех этих арестованных военных, которые участвовали в заговоре, кого не убили сразу, значит, кто участвовал в заговоре, кто-то из них называет, что в заговоре участвовал и Ромель. Ну, надо не забывать, что основной исполнитель, основной заносчик бомбы в, значит, кабинет Гитлера, все-таки это был человек из команды Ромеля, он участвовал в Северной Африке, основные ранения именно там получал, во Северной Африке, поэтому туда тоже все эти стрелки ведут. Конечно, точных фактов о том, что он участвовал в заговоре, так и не было. Ни единого документа, ни единого свидетеля, один только человек назвал Ромеля, значит, но, тем не менее, подозрений хватило. К Ромелю пришли домой и, значит, заявили о том, что он должен приять цианистый калий, иначе дальше будет трибунал, дальше будет преследование его семьи, он должен сам себя убить. И он действительно принимает яд. И, значит, в октябре месяце, значит, он умирает. И это было, по-моему, 15 октября, а он умирает. И 18 октября устраивают торжественные похороны Ромеля. Пускается, значит, такая фишка о том, что он, значит, вот эти ранения оказались смертельными, что он уже стал вылезать, но вот догнала его все-таки смерть. Плюс еще наложилось, что он подхватил где-то в Африке какую-то тяжелейшую болезнь. Это, кстати, правда, он там довольно сильно болел, как какой-то диареей, значит, местный. И вот что эта болезнь его добила, и вот что он умер от кровоизлияния в мозг. Вот все, его похоронили, торжественно похоронили. Мало того, 18 октября объявили всенародным днем траура по гибели самого лучшего полководца. Его захоронили, и, собственно говоря, все торжественно, его семью не тронули. Но на самом деле, безусловно, это было чистое самоубийство. Вот такая вот краткая история про Ромеля и про его смерть. Сейчас мы Ромеля-то заодно и покажем, а пока вопрос у меня вот какой. Я правильно поняла, что они, собирательное название условной власти, они его сами убили и сами же героизировали. А зачем его героизировали? Ну, во-первых, его героизировали до этого. Он практически не сходил со всех страниц газет. Про него рассказывали, он был басновным. То есть все СМИ про него говорили торжественно. Все награды его награждали. Его очень часто Гитлер был в восторге. Он был лично пропитан доверия к этому человеку. Он считал, что он непобедим. И даже когда он потерпел поражение в Африке, значит, нашли причины этому. И он был, опять же, награжден. Даже за поражение в Африке он был награжден. Там какие-то бриллиантовые, какие-то дополнительные бриллианты к кресту. Что-то еще. Его продолжали награждать. И еще, повторяю, это было известно всей Германии. И вот представьте себе, если бы, во всяком случае так и следует для говоря, представьте себе, если бы взяли и его объявили о том, что вот он участвовал в заговоре. Что бы было? То есть, человек, которого недавно превозносили, а тут вдруг участник заговора. Хотя, мне кажется, типичный россиянин прекрасно знает, что бы было. Ничего бы не было. Мы видели с вами одного повара, которого расхваливали все пропагандисты. Говорили, какой он вежливый человек, как вообще на нем вся агрессивная война держится. А потом вдруг этот повар сошел с ума, сделал недовосстание, и ничего не было. Мир не схлопнулся. Ничего не произошло. Мне кажется, просто не хватало этого опыта людям. Этот парадокс все равно сидит в головах у людей. С Роммелем парадокса не возникло, потому что Гитлер и его окружение быстро сообразили, что надо здесь выходить из этого парадокса. Поймите, парадокс тут же сработал в пользу повара. А здесь парадокса не должно было быть. Поэтому они довольно хитро поступили. Да, они сами его недолго пережили, но тем не менее они довольно хитро поступили. То есть он так и остался героем. И так вот это героическое потянуло за ним этот след и втягивало в него огромную массу людей, которые продолжали верить в величие Роммеля, в том, что надо умереть за Германию. То есть его даже смерть превратили в пропагандистскую такую фишку. Ну вот такая она гибельсовская пропаганда. Что тут с этим сделаешь? Надеюсь, что наши не очень хорошо ее учили, потому что мне кажется, что кейс с Пригожным многих, знаешь, как удар по щекам после похмелья, многих... Нет, не знаю, но ты продолжай. Многих отрезвил и заставил задуматься, что что-то не так в Датском Королевстве. Там, видишь, не дали людям задуматься, посчитали, что это лишнее. Да, мне кажется, кстати, это одна из самых главных таких шестеренок, самых главных правил – не дать задуматься. Не на низком уровне выживайте, не задумывайтесь, не на высоком. Как вы полагаете, Игорь Валентинович? И, кстати, очень интересная ситуация. Когда закончилась война поражением, значит, очень многие стали поднимать Ромеля как чуть ли не борца сопротивления. Что вот он тут, понимаете ли, вообще-то боролся с Гитлером. Ну и на этом, кстати, потом были даже политические какие-то дивиденды. Ну, очень известный пример. Его сын Ромеля долгое время был практически руководителем Штутгарта. В общем, с 70-е и 80-е годы был руководителем Штутгарта. То есть вот такая вот настолько это сыграло определенным образом. Да, потом это все сказали. Ну, что вы, издеваетесь, какой он руководитель сопротивления? Ни в одном документе не проходит нигде, ничего. Что это за руководитель сопротивления? Но, тем не менее, это вот все-таки сыграло. То, что потом вылезла наружу история с его самоубийством, что его родственники указали все, что он не мог умереть, он ни от каких ран, потому что практически он уже выправился, и все эти болезни уже давно от него ушли, что это все фигня полная, что, значит, нашелся и человек, который приехал с приказом Гитлера к нему и объяснил, рассказал, что он должен сделать и тому подобное. И правоугодство в семье было. Ну, собственно говоря, скажем так, все прояснилось, что он все-таки самоубийство совершил, но вот попытались это приводить в такое сопротивление. Что это было внутреннее сопротивление Гитлеру. Наряду с вот этими восставлениями. Ведь самих восставших против Гитлера, вот этих, кто заговор совершил и бомбу взорвал, их тоже ведь пытались превратить в сопротивление. Но потом все-таки как-то так вовремя историки остановились. Вот эти поездки к Гитлеру и вопросы, где снаряды, Адольф Алоизыч, они тоже заставляют проводить аналогии. Ему не давали снаряды, потому что их действительно не было, или по каким-то другим причинам? Ну, там, как я вот вычитал у историков, там вот, вы понимаете, стратегический момент лета 42-го года, когда все вот это вот стало решаться. С одной стороны, идет мощнейшее наступление на Кавказе и на Сталинграде, где сами проблемы, очень большие проблемы ресурсные, все-таки это напряг самый сильный. С другой стороны, идет вот это мощнейшее наступление в районе Нила, в районе Александрии, Эль-Аламея, известнейшая битва, которую Робель проиграл, потому что все считали, это решающе. Даже союзники уже в это время, антигитлерская коалиция считала, что это вот, если это первым произойдет, то дальше катастрофа. Дальше просто будет страшная катастрофа. Вот, то есть именно конец лета 42-го года. И как бы требовались ресурсы, надо было сосредоточить в какую-то точку. И вот здесь решение, очень многие из военачальников, военачальников, которые гитлеры оставили, выжили и оставили потом, значит, воспоминания, говорят, что здесь гитлер уже лично принимал решения, и одно за другим принял вот эти ошибочные решения, которые не дали ему выиграть. То есть, проще говоря, он стал все... Где-то он стал перебрасывать на Кавказ, где-то он стал перебрасывать на Сталинград, но, тем не менее, серьезную роль сыграло, скажем так, поражение под Мальто. Дело в том, что Мальто, это был такой плацдарм для союзнических войск, которые налеты совершали и тому подобное. И самое главное, оттуда ходили все подводные лодки, оттуда ходили корабли английские, которые топили все вот эти вот боенные суда, которые направлялись с помощью, с техникой, с вооружениями и тому подобное. То есть, ну, не забывайте, что на гитлер работала вся Европа. И все-таки ресурсы, да, они уже истощились, но они еще были. И вот, как отмечают, что как раз в это время англичане хорошо развернулись, а по Мальте не были немцами нанесен удар, хотя он намечался по Мальте нанести удар и практически ее парализовать полностью. И вот оттуда практически, говорю, две трети всех судов, направлявшихся к Ромелю, топили в Средиземном море, и немцам не позволяли ничего делать там. И это в какой-то степени... Так. Давненько не было у нас такого. Вот. Куда-то делся Игорь Анатольевич у нас. А вот вернулся уже. Да-да. То есть, они не специально. Они бы хотели ему снаряды, но не получалось. А они тотальную войну устроили. А тотальная война требует коронсальных ресурсов. И, конечно, мотаем, заканчивается истощением ресурсов. Спасибо большое за этот исторический разворот и вообще эту историческую неделю. Я напомню, Игорь Валентинович, всю неделю был с нами, и вы можете зайти в отдельный плейлист и пересмотреть все, не только за неделю, а вообще за больше, чем год нашей совместной работы. И там же и про покушение на Гитлер тоже увидеть. И благодарим вас. Спасибо большое. Идем, наверное, дальше. Анатолий Кузьмин. Анатолий Кузьмин. Мне важно сказать про те приговоры, которые вчера были озвучены. И если про приговоры о госизмене мы еще будем сегодня говорить, и в том числе будем говорить о самом молодом человеке, которого обвинили в госизмене, с нетипичным, кстати, мягким приговором для госизмены, тем не менее, огромным, то про Михаила Афанасьева мне бы хотелось сказать сейчас. Я напомню, кто это. В Хакасии есть такое издание «Новый фокус». И этот «Новый фокус» возглавлял Михаил Афанасьев. Точнее, журналистом там был Михаил Афанасьев. Такой журналист, прожженный с огромным количеством уже опыта взаимодействия с полицией и правоохранительными органами, и судебными органами, потому что его часто привлекали за якобы клевету. И он тогда, в начале войны, я напомню, в самом-самом ее начале, сделал материал про 11 росгвардейцев, которых отправили на войну, и они потом, о, боже, отказались. Это был первый кейс, когда люди, попавшие на войну, отказывались от того, чтобы продолжать воевать. И он сделал его видимым, он сделал его явным. И у меня отдельный сантимент по поводу Михаила Афанасьева, потому что мы тогда тоже только начинали работать. Мы тогда тоже только начинали звать спикеров, понимать вообще, как это устроено. И у нас тогда на канале было 3,5 подписчика. Ну вот там, может быть, человек 300 у нас был, может быть, ну, чуть больше. И, конечно, очень много людей отказывало нам, никто не приходил, приходилось наскребать по сусекам, а иногда обходиться без спикеров, вытягивать самим. Но когда я написала Михаила Афанасьеву и спросила, не можете ли вы, пожалуйста, прийти к нам в эфир, он сказал, что почти за честь. И был вовремя, и с радостью пришел к нам в эфир. Отдельно еще и поэтому, то есть из-за того, что есть какая-то личная небольшая связь, мне очень больно было наблюдать весь этот год, как он больше, чем год, практически полтора года находился в СИЗО безвылазно. А я напомню, у него, кроме всего прочего, есть жена, есть двое детей, как теперь ему за его работу журналистскую, статья за статью, как правильно вчера сказал Антон, ему присудили пять с половиной лет лишения свободы колонии общего режима. Вот Виталий Марков тоже о том же, о чем ты сейчас говорила. Разве РТ, вы первые Михаила Афанасьева показали. Я помню его расследование про росгвардейцев. Вот Виталий очень внимательно нас смотрел весь этот год и запоминал, о чем мы говорили. Действительно, в чем обвиняют Михаила? Ну, в том, что он выполнял журналистскую деятельность. Это все на самом деле. Я сейчас дальше продолжу, но для общего понимания это все. Если чуть более подробно об этом говорить, то действительно его обвиняют в том, что он написал о контрактниках, которые отказывались ехать воевать. Его обвинили в том, что это фейк, что это неправда. Распространение фейков об армии тогда только начало приводиться в силу вновь принятым законом. И, собственно, Михаил первый журналист, который был задержан по этому поводу и один из первых вообще людей, который был задержан по статье о фейках. Он написал о том, что есть люди, которые отказываются ехать воевать. Он общался с ними лично. Он не написал свои предположения. Он не написал про слухи. Он написал про факты. Но, как и следует любому журналисту в соответствии, между прочим, с законом о СМИ, он не стал разглашать конфиденциальные сведения своих источников. Фактически посадили его за это, потому что от него требовали докажи, что это не фейк, докажи, что есть такие люди. Он говорил, я не имею права сдать свои источники. Они давали мне интервью на условиях анонимности. И он опирался на закон о СМИ, который все еще, как это ни странно звучит, действует на территории Российской Федерации. Он говорит, вот есть у меня закон, я журналист, я действую в соответствии с этим законом. Вот за то, что он журналист, ему и дали этот срок, пять с половиной лет колонии, за публикацию. Ну, это абсолютная жесть, конечно. Ну, это абсолютная жесть. И опять заламывание рук и те же самые вопросы, но я не перестану сам себе их задавать. Ну, судья-то ведь видела, что он просто выполнил свою журналистскую работу. Она же знает, что она сажает его за профессионализм. Она сажает его за профессию. Она сажает его за то, что он не стал сдавать тех, кого не должен был сдавать. И любой нормальный журналист, я надеюсь, так и будет поступать, не сдавать свои источники. Я уверен, ну, совершенно точно знаю, что если от меня будут спрашивать, а докажи про Алабугу, я буду говорить, я не имею права вам говорить, откуда у меня информация про Алабугу. Вот не имею права. И закон о СМИ мне прямо запрещает. Можно я, пожалуйста, буду выполнять ваши российские законы? Вот за что посадили Михаила Афанасьева. Ну, я думаю, судья, конечно, вообще не испытывает никаких угрызений совести. И тут еще играет роль, знаешь, появившееся поле для сравнений. Все-таки Михаил долго находился в СИЗО, и за это время можно было пронаблюдать, как сажают на 6 лет за словаш, сажают на 7 лет за фразу и название «Война и война», а тут целая статья. Целую статью человек написал. Я думаю, что судья, для нее это прям является каким-то, может быть, даже весомым, весовым, весомым, простите, поводом. На самом деле, им, конечно, не является. Но еще немного так вот про Михаила. очень искренний и очень вовлеченный в судьбу своей малой родины человек. Он писал, мне до Хакасии всего есть, до всего есть дело, мне в Хакасии до всего есть дело, потому что я журналист, и каждый человек мой ближний. Я пришел в журналистику не для того, чтобы отводить глаза от несправедливости. Он это говорил в суде. Кроме того, Михаил Афанасьев двукратный чемпион премии Сахарова, лауреат за журналистику как поступок, а также первый иностранный лауреат премии клуба публицистов Швеции. Ну, тоже по поводу того, как людей, которые какие-то все-таки заслуги смогли получить и на внутренней арене, и на арене международной, как их прижимают так ногтем прям, чтобы они больше не высовывались. Я думаю, что здесь это тоже есть. Да, но силы поддержки, конечно, Михаилу, не то, чтобы я думал, что это ему как-то поможет и что он меня услышит, но желать я внутри себя все равно, конечно, ему буду. Сил, желать поддержки со стороны близких, родственников, чтобы они его не бросали, чтобы навещали, передавали посылки. И вы тоже можете писать письма Михаила Афанасьеву через Син письмо или зону телеком, как там называется этот. Вот. И очень надеюсь, что ему не придется сидеть все пять с половиной лет и что он выйдет гораздо раньше, как и все остальные политические заключенные, кое можно, я уверен, причислить и Михаила Афанасьева. Да, и было бы здорово, если бы, например, открытка, которую он отправлял своему сыну Льву, конечно же, со Львом из СИЗО, была бы последним таким способом поздравления на день рождения и в следующий раз он бы обнял его лично. Но это пока наши влажные мечты, ничем, честно говоря, не подкрепленные. Я думаю, что у нас есть пара минут до следующего подключения и я бы хотела обратить внимание на вашу поддержку, которую вы без каких-либо напоминаний отдельно замечу, без каких-либо просьб и, ну, вот это подайте, осуществляйте нашему каналу. Наш канал существует только благодаря вашей поддержке, никаких грантов, никаких подвязок, никаких иных источников финансирования у нас нету, поэтому отдельное внимание всегда обращаю на донаты, которые вы нам присылаете. Как это сделать, можно посмотреть в описании к этому видео. Традиционный привет из СПБ от Дмитрия. Профитроль присылал нам смайлик, где один лимончик обнимает другой лаймчик. Алиса в другой стране пишет привет из Астаны, свободу политзаключенным, всем мира и своевременного выхода в эфиры. Но тупые вопросы от начал лунноваться и писал «Мы за вас уже волнуемся». И совесть проснулась сегодня, ну, прямо в самом начале сегодня проснулась совесть. Она, может быть, даже не засыпала на самом деле и прислала нам стихотворение, как это часто делает совесть. Об отчествах и двойниках она называется. Анатолич банкетный войну развязал, Васильич травил новичком, Кузьмич ПВО у Москвы своровал, а Путин, а он ни при чем. Ну и тут она делает отсылку ко вчерашнему, ко вчерашней встрече Путина с главой Мордовии, который назвал Путина Владимир Анатольевичем. Тут появились, конечно, сразу шутки, это он к двойнику по настоящему имени обратился или еще там ожидал увидеть Медведева, встретил опять Владимира Владимировича почему-то. Ну вот про это совесть нам и написала. Ну а мы пойдем дальше еще немного про аресты, может быть успеем сказать, но теперь немного с другой как бы стороны. Вот командир армии ПВО, защищающий Москву, генерал-майор Константин Агиенко арестован по делу о взятке в 30 миллионов рублей. Вот и все, что вам нужно знать про современную российскую армию. Вот господин Агиенко у вас на экранах. Следствием установлено, что в период с 28 июня по 29 июня в городе Долгопрудной Московской области Агиенко действуя группой лиц по предварительному сговору с командиром 4-й дивизии ПВО, генерал-майором Дмитрием Беляцким с вымогательством получил от руководительницы общественной организации «Надежда» первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей, являющейся частью взятки общей суммой в 30 миллионов рублей. За что он получил эту взятку? От «Надежды»? За оказание содействия в отчуждении в пользу руководителя общественной организации «Надежда» земельного участка, который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Это из постановления 235-го гарнизона военного суда о продлении ареста, то есть пока еще идет следствие, он пока под арестом, но предварительное следствие выдвинуло такую версию его преступления. Этот участок земельный находится под подмосковной Лобней, сейчас Следственный комитет и Министерство обороны проверяют сохранность других земельных участков, числящихся за армией ПВО, которая защищает Москву. Ну, а правильно, если ты защищаешь, защищаешь, тебе же всегда говорят, вы защищаете свою землю. Мою. Ну, раз моя земля, пойду продам, решил господин Огиенко. В чем он не прав? Тут, знаешь, не поймешь, с какой стороны заходить на самом деле. С одной стороны, из-за этой коррупции, не из-за этой конкретно, но вообще из-за коррупции, во многом эта война и началась. Понятно, что она разрушила и гражданского общества до таких оснований, что уже невозможно было этому сопротивляться. С другой стороны, возможно, коррупция это и сыграет определенную роль в том, чтобы эта война закончилась с тем результатом, которого мы все так ждем, а именно победа Украины. И тут, когда в очередной раз я вижу борцов с коррупцией, я думаю, так ли надо с ней бороться? А может быть, вот сейчас в рамках России и наоборот огоньку под ней прибавить? Знаешь, вот комфорочку немножко, ручку в ней выкрутить на максимум, чтобы уж разворовали все до основания, чтобы уж ни одного ПВО не было в Москве и в других городах для того, чтобы сохранить филейные части некоторых властьимущих людей, потому что ПВО в основном защищает почему-то даже не Москву-Сити, ПВО защищает почему-то не Чертаново, а больше как-то вот те места, где предпочитает обитать Путин и его приближенные. Что еще у нас есть из новостей Российской Федерации, которыми мы хотели с вами поделиться? Журналистка Елена Милашина в очередной раз поражает нас своим поступком и своим решением. Я напомню, Елену Милашину было совершено очередное нападение, недалеко пару месяцев назад и ее очень сильно избили, переломали ей пальцы, обрили ее на лысо, облили зеленкой, приговаривая при этом, что она больше не должна сюда ездить и вообще как-то зря она все это начала. Однако приближается суд Заримы Мусаевой, апелляция по этому делу, я напомню, Зарима Мусаева приговорена к 5,5 годам, колонии по обвинению в применении насилия к полицейским, тут сегодня 5,5 лет, прям красной линией проходит и Михаила Афанасьева 5,5 лет, и Зариме Мусаева 5,5 лет тоже. И тоже применение насилия к полицейскими, напомню, Зарима Мусаева, женщина такая, в возрасте с диагнозом сахарный диабет и вообще как будто бы не представляющая никакой опасности. Тем не менее, вот суд решил, что она представляет, это совершенно несправедливо, мы все это понимаем, а Елена Милашина, кроме того, как понимает, она еще и делает и свидетельствует своим присутствием эту несправедливость. И вот команда против пыток сообщает нам о том, что в этот раз на апелляцию в Грозный Елена Милашина тоже поедет. Ну что, тоже будем, конечно, следить и за поездкой Елены Милашиной, и за самим судебным процессом, за апелляцией, за этой. Очень надеюсь, ну, честно говоря, даже уверен, почему-то, что в этот раз с Еленой Милашиной ничего не должно случиться, уже столько людей важных и влиятельных высказались на тему того, что в следующий раз то точно все будет хорошо, что думаю, что действительно будет хорошо. Ты солидарна со мной? Ну, я помню, был разговор о том, что теперь Елена Милашина будет пользоваться услугой охраны и услугой охраны именно полномоченному по правам человека в Чечне. Я каждый раз, когда это в одном предложении говорю, мне очень странно становится у полномоченной по правам человека в Чечне, что вообще, можно ли пользоваться его услугами. Все равно тревожно. Ну, честно говоря, это решение, но двунаправленного характера. С одной стороны, оно вызывает большое уважение и восхищение. С другой стороны, оно добавляет тревожности. Хочется закинуться таблеточкой, знаешь, чего-нибудь противотревожного сразу и продолжить наблюдать за этой историей. Да, ну, а мы перейдем к следующей истории. Для этого предлагаю развернуться. Следующая история, следующую историю нам помогут вам рассказать два наших гостя. это Валерий Ремезов и Оксана Осадчия, которые вышли с пикетом и сейчас вышли с пикетом против того, что происходит в Украине и сейчас подвергаются судебному преследованию. Подробности попросим их рассказать. Валерия, Валерий, Оксана, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, спасибо за то, что подключились. Доброе утро. Надеюсь, нас хорошо видно, в чем мы не уверены, но мы стараемся. Для тех, кто вдруг еще не знаком, хотя Валера у нас уже был и про Оксану мы тоже рассказывали, и вдруг, если кто-то не знаком, Валера и Оксана незрячие или слабовидящие, я не знаю, как правильно называть, Валер, поправь меня. Незрячие. Незрячие, да. Поэтому им сложно настроить камеру так, чтобы всем было удобно. Я уверен, что вы отнесетесь с пониманием. Слушайте, да нормально. Я вижу и Оксану, и Валеру, и все замечательно. Оксану чуть хуже, но тем не менее видим. Вот. Вот. Да, да. Ближе к Валерии. Ближе к Валерии, Оксан. Я думаю, что это, кроме всего прочего, еще и приятно. Должно быть. Это вполне тепло. Я так представляю, зимой вот нет отопления, и есть хотя бы главная консория сагарей. Этимисты, да, уже зимой нет отопления. Нет, они просто уже жили в этой стране. Всегда готовы к самому будем. Да. То есть, что это два разных пикета, Валера выходила 20-го числа в поддержку политзаключенных, и у него уже был суд. Я выходила с подругой 24-го, и у меня будет суд сегодня, у подруги Любы Лукашенко в понедельник будет суд. Напомните, по каким поводам вы выходили? Эти же пикеты были приурочены к очередным ударам каким-то? Ну, полтора года войны. У меня, собственно, на плакате так и было написано, полтора года позорной и бессмысленной войны. Я вышла на Манежную площадь, подруга меня снимала, но задержали нас обеих, и нам теперь вменяют мало того, что групповые несогласованные акции, потому что у нее, типа, были значки, а у меня плакат. Значки? Какие значки у нее были? Это военные. Там у нее один значок был «Нет войне», другой «Свободу политзаключенным». У меня отобрали плакат, у нее отобрали значки. Даже не знаю, какой из них сейчас страшнее. Да. Особенно компиляция этих двух, это прям такая угроза к листуционному строю. Да, да, да. Вот. И, короче, нас четыре часа продержали в полиции, потому что сначала ждали защитника, и только после его приезда они начали, в принципе, составлять протокол. Потом, пока они его составили и нас пошли оформлять, все это заняло четыре часа. И полицейский думал, что я не в курсе, что у меня на плакате написано. То есть, как вы себе это представляете? Кто-то, не знаю даже кто, поставил меня на Манежную площадь, и я даже не в курсе, что у меня написано. Вручил плакат, сказал, что там написано «Слава Путину», и вы, не веря в это, спокойно стояли там, Оксана. Видимо. Ну, короче, я посмеялась с них, а еще, когда нас туда приводили, там же забавная история, 20-го числа, когда задержали Валеру, это было его первое задержание, мне было очень тревожно, я с работы сразу поехала в УВД Китай-город, и 20-го я была снаружи УВД, а 24-го мы поменялись местами, он снаружи ждал, а я сидела внутри. Вот, и сегодня у меня будет суд, но поскольку у нас антивоенная надпись, то она меняет дискредитацию, и вот это вот несогласованное мероприятие, последнее, конечно, мы будем очень сильно пытаться оспорить, потому что значки они заметили не сразу, они просто нас приняли двоих, потому что подруга снимала, они решили, что она тоже участвует в пикете, она не успела в ней поучаствовать. Как-то они объяснили в протоколе, чем они доказывают ее именно участие? Значками, мы вчера с защитником переписывались, объяснили наличие значков, но мы попытаемся это оспорить, потому что значки у нее там на рюкзаке, и кто их там увидел, и плюс, ну, по-честному, они их заметили не сразу, они уже потом такие, а, еще и значки, ну, отлично. Конечно, ужас, вообще, осознайте, насколько выше Плинтуса вообще дискуссия, да, доказывать суду, что значки на рюкзаке, которые, ну, вообще практически никто не видел, не несли никакой угрозы, это тоже такая примета времени совершенно жуткая. Валера, надо сказать, что хотя бы вели себя довольно корректно, то есть, ну, не знаю, там не было каких-то совсем жестких вещей, еще, наверное, забавного, когда нас задержали, ну, я подруге сказала, давай, пойдем вместе, полицейские шли, один сзади, другой спереди, ну, как-то, они почему-то решили, что мы обязательно сейчас убежим, и один другому все время говорил, присматривай за ним, присматривай за ним. А не знали, что вы незрячая? Ну, незрячая я, по мне видно, потому что я с тростью, мне кажется, я не знаю, поняли ли они, потому что, когда нас подошли задерживать, один сначала взял паспорт, и очень долго не хотел давать справку, мне просто важно было показать, что есть инвалидность, по той простой причине, что, ну, чтобы они лишний раз не жустили, плюс больше трех часов они не должны держать, и так далее, вот, и он потом все-таки взял справку, и потом вот, когда спросили, точно ли я знаю, что у меня на плакате, я сказала, ну, я вообще-то являюсь автором, тут они уже окончательно поняли, что ничего не поделать. Что придется брать. Конечно, да, я хочу узнать у Валеры, он-то с каким плакатом выходил, если можно об этом рассказать, и я, насколько понимаю, у Валеры уже разбирательство по этому поводу закончено. У меня первую инстанцию я прошел, 10 тысяч штрафа назначили, плакат у меня был «Свобода политзаключенна», то есть выходил я, получается, 20-го числа. А за что? Какую статью-то тебе? А, статья 20.2 пункт 5, у меня Красная площадь же была, соответственно, она у нас, поскольку находится близко к резиденту и президенту, и, соответственно, я нарушил правки, нарушил проведение правил публичных мероприятий. Ну, нельзя на Красной площади простому народцу стоять, нечего. Кстати, я, кстати, про это не знал, я был уверен, что пикет-то можно проводить везде без согласования. Да я вот как-то вроде бы тоже подумал, что ничего страшного не будет, а прям сначала сержант такой с пафосом ко мне подошел, вы задержаны за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Я говорю, так одиночный пикет, разве нельзя? Он так, нет, здесь вы нарушаете. Я говорю, ну вот. И что же мы с вами будем делать? То-то, значит, он проверял у меня документы, потом я говорю, да у меня тут много всяких разных, из кармана его достаю, паспорт достаю, справка об инвалидности, показываю, он так справку берет, мне нравится, подходит какой-то второй его товарищ, что-то там фотографирует, а я говорю, а вас как зовут? Он так стоит у меня, смотри, Виталик. Просто я вам не рассказываю, вот все ржут после этого, потому что, ну это же вообще, то есть люди, они, значит, там на охране правопорядка, такие все там крутые, должны быть, я не знаю, там у них 150 отчеств фамилии там, под прикрытием, как вас зовут? Он так стоит, смотрит, Виталик. Слушай, ну порой подумаешь, что их-то можно ручкой повредить, особенно если это Виталик. Может, я просто спросил, как ты понял, что он в лице? На самом деле, да, другой сержант, который меня потом все-таки повел, я вообще обиделся, я думал, поедем на автозаке, оказалось, да, ОВД Китай-город недалеко, пошли к Личком. Ну, идем, значит, и он меня спрашивает, а как вот вы поняли, что я полицейский? Я, как бы, ну, думал, как это ему надо что-то ответить? Я говорю, ну, понимаете, у вас такое, во-первых, построение фраз, соответствующее, а во-вторых, специфическая интонация, которую ни с чем не испытываешь. Он такой на меня смотрит, говорит, ну, на построение фраз я еще мог подумать, но про интонацию нет, я говорю, ну, видите, как хорошо, теперь вы образовываетесь, опять, говорю, с вами, пока дойдем, лекция по взаимодействию и у нас это осуществится. Но у меня, как ни странно, Оксана переживала, как это сказать, переживала за меня больше, чем я сам за себя переживал. У меня, так это была водичка в термосе, мне там еще потом от Оксаны передали. Но единственное, надо, правда, отметить, что, конечно, в отличие от других случаев, как это часто бывает, возможно, еще и потому, что вот это Китай-город, у меня тоже, в принципе, было все корректно в том смысле, что они пытались как-то силой и чего-то вызнать. Но, в принципе, плакат, собственно, они видели, единственное, они его забрали. Вот. А все остальное мы ждали защитника, потому что я им объяснил, что не буду сам в документах расписываться без тех лиц, которым я доверяю, соответственно, чтобы не подписать не пойми чего. Вот. В электронном виде, естественно, они ни протокол, ничего предоставить не могут. Хотя, вот это была бы, кстати, хорошая штука в плане доступности. Ну, поскольку, ну, как бы, у них опыта мало взаимодействия с такими экспонатами. Вот. Приходится им, да. И Брайлем, видимо, протокол тоже не потрудились составить, да? Да я думаю, они вообще не знают, что это такое. Просто у меня такое ощущение. Вот. Поэтому, ну, как бы, все вежливо, как это, но целенаправленно. Вот. А суд, в принципе, проходил минут 15. Мы даже делали расшифровку, кому интересно, на сайте Эхо, я думаю, ее можно как раз найти. Мы сегодня постараемся ее сделать к вечеру, то есть аудиозапись я сделаю, потом Оксана сделает расшифровку. Вот. И это, конечно, суд такой просто без полицейских, но у них это, как мне объяснил защитник, идет стандартная практика, то есть они на такие дела даже не приглашают. Вот в Кене-Черкасах, например, как было, когда у меня знакомых ребят вот тогда забирали, там прям это для них было, видать, событие, они приглашали сотрудников полиции, Росгвардии, там всех подряд, чуть ли не свидетелей, там одна только не пришла женщина. Вот. А здесь вообще никого не было, просто мы посидели, я и моя группа поддержки, что называется, послушали. Вот. Сегодня группа поддержки планируется? Да, группа поддержки у нас, вот даже друг вчера приехал вот с нами. У меня много друзей, знакомых, хочет прийти, кого я знаю, коллеги, кто сможет, там может быть не очень много людей будет, но, в принципе, я и в телеграм-канале, и в фейсбуке писала про суд, и несколько человек точно не написали, что придут. Во сколько сегодня суд у вас? И где? Какой суд, да? Тверской, у нас, у всех Тверской, троих. У вас через сколько заседание начинается? В 11 часов. По Москве в 11 часов. Как раз мы сейчас закончим и поедем на электричке. Ну, в общем, если есть желание, приходите в Тверской суд к 11 часам по Москве, поддержите ребят. И по поводу штрафов еще спрашивают. Ну, можно предположить, что и Оксану оштрафуют. Нужна ли вам финансовая помощь в оплате штрафов? Смотрите, на данный момент, вот прямо сейчас, мы деньги не собираем. В какой причине? Мы считаем, что стоит сначала пройти все инстанции, в принципе, да, просто эту систему, как говорится, не дать ей возможность. Хотя, кстати, госуслуги, даже еще до, по сути, да, решение в силу не вступило, там, меньше, чем 10 дней, даже просто, если брать, уже госуслуги присылают тебе уведомление почему-то о том, что вот, у вас новый штраф, вы его можете оплатить. Это вообще, конечно, интересно. Он скоро у всех по умолчанию, Валер, будет. Я думаю, уже даже списываться сразу будет, да, независимо от обжаловки или нет. У нас, на самом деле, вот, знаете, это про стратегию, да, как поступать. Многие говорят, там, а, можно штрафить и не платить, значит, не финансировать, это злобный, кровавый режим путинский, и, в принципе, я согласен, но у нас, знаете, какая проблема, поскольку у нас первая группа инвалидности идет пенсия, да, и, соответственно, если мы не будем платить, да, будет, как бы, оно спишется само потом как раз. То есть, у нас вообще, да, у нас вообще вариантов никаких нету просто в этом смысле. Серьез, валер, тебе даже делать ничего не надо. Государство тебе само дает деньги, само забирает. Заботится, да. А если не хватает, еще могут сказать, что я заранее не подкопил. Это, кстати, вот я не продумал этот момент, надо было, надо. Лет за 10, сколько там, я с 2014 года этим всем занимаюсь, да, можно было бы уже и подкопить. Вот, но пока не собираем. То есть, если будем собирать, то только в тот момент, когда пройдем все инстанции и окончательно убедимся, что, ну, государство это никак не желает показать хоть какую-то часть человеческого лица, вот, поэтому... Сколько же вам еще нужно, чтобы убедиться-то в этом, Валера, завидуют... А вот такие неуемные, неуемные. Чать у нас завидует вашей наивности, бесстрашивая. Да при чем тут наивность? Понимаете, на самом деле, это же не наивность, это просто вот, ведь Навальный тоже судится по каждому, там, любому эпизоду, который с ним, в принципе, происходит. Я считаю, это правильно. Во-первых, это должно быть в документах, я вот тут абсолютно с многими сторонниками этой позиции согласен, потому что это потом, опять же, пригодится для выявления. Да, у нас же есть фамилия у этой судьи замечательная, Орехова, который все это выносит такие решения. Самое интересное, там в суде, когда сидим, у адвоката спрашивай, Ремезов говорит, видит? Я так скромно помалкиваю, думаю, интересно, что будет дальше? Адвокат говорит, но он же меня слышит, я говорю, ну, конечно. То есть, у них даже вот, человек с какими-то особенностями, он, в принципе, воспринимается как некий предмет. Это, кстати, тут отошлю к интервью Ивана Бакаидова у Екатерины Гордеевой, вот там тоже об этом говорится, да, и это печальник, к сожалению. То есть, они мы в суд вот даже пришли, нам никто как бы не хамил, ничего, да, но там у всех какие-то штампы, казалось бы, люди с юридическим образованием. А где у них сопровождающий? Нас там несколько незрячих пришло, три человека, да. Ну, ребят, ну, говорю, какой сопровождающий? Мы сами перемещаемся. О, ну, хорошо, говорю, а как пройти в зал-то? Ну, вот шестой этаж, вы вот туда прямо пройдите и налево. То есть, их сидит несколько человек, они даже никто не могут предложить, скажем, ребят, да вот сейчас мы вас проводим до этого шестого этажа и проблемы. Да или до лифта просто. То есть, вот элементарный уровень взаимодействия этого государства, вот он заканчивается очень часто на элементарных, на нормальных каких-то вещах просто. Зато штрафовать они быстро могут за плакаты. На что учились, Валер, на что учились? Да, на что учились. А так, нет, мы, конечно, не наивные, мы, к сожалению, понимаем, что все, в принципе, можно и с нами, и не с нами, со всеми нами сделать. Одно дело не добиться, а другое дело даже не попытаться. Там мы потом можем сказать, что вот у нас штраф, мы собираем наш штраф, мы его не смогли оспорить. А если мы даже не попытались оспорить, ну, как-то пока все-таки хочется бороться, и я наберена выходить в пикеты, но я постараюсь избежать второй дискредитации, поэтому с какими-то четко антивоенными надписями в ближайшее время не выйду, просто потому, что это сразу уголовное дело, но при этом можно об одном и том же говорить немножко разными словами. Удачи вам и безопасности. Ребят, совесть просит. Даша и Антон, передайте ребятам спасибо вам за вас. Передаю. Хотя я еще раз повторю, что чат тоже вы смотрите, читаете и знаете, что там пишут. И финализируя, сегодня в 11 часов по Москве в Тверском, Тверском? Да. В Тверском суде состоится рассмотрение дела Оксаны. Если вы хотите прийти поддержать, то вам надо уже выезжать. Ну, если вы в Владивостоке, то, наверное, не успеете. Это не только классная возможность поддержать ребят, но и вообще суперская возможность с ними познакомиться. Я бы с удовольствием, например, так делала, но работа, ребят, работа. Спасибо большое. В понедельник у Любы Лукашенко и у моей подруги по тому же делу. Ну, просто сразу скажу, что если вдруг кто-то захочет прийти в понедельник... Если кто-то из Владивостока планировал, то вот. Все равно на самолете можно. Спасибо большое. Удачи в суде. Удачи. Спасибо. Вот такие ребята греют всегда мою душу и как-то немножко возвращают веру в человечество. Спасибо большое, что подключаются они. Ну, а мы продолжим дальше с подключениями. И у нас на связи Дмитрий Зарбек, глава проекта «Первый отдел». И с ним будем разговаривать про вчерашние приговоры по делу о госизменах. Доброе утро, Дмитрий. Доброе. Доброе. Доброе ли оно? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, у кого как. У кого как. Очень, не очень. Каждый спикер, который подключается к нам до окончания эфира, не очень доволен этим подключением. Тем не менее, спасибо вам большое, что подключились рано. Вчера вот я видела два приговора. Первый 21-летнему студенту Глебу Вердияну и второй Сергею Кабанову и поняла, что я ничего не знаю об этих людях. Ноль вообще. Раньше у меня хоть какое-то понимание было о тех, кому грозят серьезные сроки. Можете ли вы рассказать нам об этих делах? Ну, что-то могу рассказать про сами дела, наверное, не то, чтобы очень много могу рассказать. Могу начать с Глеба Вердияна. Давайте начнем с него. Глебу Вердияну вменялся неоконченный состав. Через статью 30 у него государственная змена была проведена. Это был один из первых случаев в стране возбуждения уголовного дела государственные изменения по неоконченному составу. И, ну, коль скоро дело не публичное, я тут тоже не буду прояснять вообще все. Могу сказать, что предположительно, предположительно, на Глебе Кареновича обкатывали новую форму государственной измены о переходе на сторону противника. На тот момент, на момент его задержания фактического, она была очень свежая. Ее ввели в Уголовный кодекс только 14 июля прошлого года. И, ну, вот с тех пор практика складывается так, что, как правило, тех людей, которых задерживают за переход на сторону противника, их задерживают, меняет как раз вот этот вот неоконченный состав. Почему так происходит? Потому что, когда человек переходит на сторону противника, если он уже перешел, да, если он закончил свой переход, то это фактически означает, что он уже находится в Украине и что он уже воюет на стороне противника. Соответственно, возбуждать уголовное дело в отношении него не имеет практически никакого реального смысла, потому что нельзя человека задержать, нельзя человека посадить, нельзя на человеке отработать статистику. Зато можно сажать тех, кто готовится к такому переходу. И вот предположительно Глеб Каренович Вердиян был одним из первых, кто, по мнению силовиков, готовился вот к такому переходу на сторону противника. Что характерно, расследовало это дело центральный, ну, центральный аппарат ФСБ расследовал это дело, они обкатывали эту схему и после Вердияна пошли уже эти дела потоком. То есть Вердиян был первый из многих, он сидел в Лефортово, его расследовал центральный аппарат ФСБ и на нем была обкатана в том числе, кстати, схема карусельных арестов, потому что до того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело, нам известно о том, что он сидел административный арест, ну, я не знаю, насколько он был карусельный, но точно один арест он отсидел и сразу по выходе из спецприемника его задержали. Ему 21 год был на момент задержания, он студент, архитектор, это то, что я могу рассказать. Что мы можем сказать о втором задержанном, о нем, не задержанном, а уже осужденном, я так понимаю, что о нем общественность узнала исключительно, потому что есть женщина, которая ведет переписку со всеми в СИЗО, в котором он находился и находится, пока не прошла апелляция? Вполне возможно, честно говоря, не знаю, когда именно о нем общественность узнала, наверное, в этом году это было, Сергей Сергеевич Кабанов, он 92-го года рождения, он ученый, сам по себе, и, насколько, опять же, тоже известно, он сидит за некие собственные, за некие собственные разработки. При этом приговор, вот вы говорите, он был вчера, о нем стало известно вчера, его вчера раскопали. На самом деле, приговор был 3-го июля, да, то есть он не, не 7-го сентября был провозглашен, он был провозглашен 3-го июля, и назначили Сергею Сергеевичу Кабанову 12,5 лет от лишения свободы по делу о государственной измене. Подробностей дела действительно не очень много, но известно, что под стражем находится как минимум с 2021 года, как минимум с 2021 года, потому что с того года мы об этом деле знаем, а на самом деле, на самом деле под стражем находятся, говорят, года с 2019-го, то есть очень давно. Ну, то есть это точно уже никак не связано с войной и с новыми репрессивными законами, да? А с чем это связано, мы не знаем. Ну, известно, что это связано с его собственными исследованиями. Больше, наверное, ничего сказать не могу. С войной точно не связано, это дело давнее, это дело наследие последних предвоенных годов. А не можете вы сказать ничего, потому что не знаете, или потому что каким-то причинам запрещено вам это делать? Ну, отвечу вам вот так вот легко, сходно на этот вопрос. Не буду я вам отвечать на провокационный вопрос. Я просто правда не понимаю, почему такой орел таинственности вокруг этих дел-то? Почему бы не рассказать-то? Но закрытые они для кого? Для нас они закрыты? А что будет, если мы об этом узнаем? Ну, смотрите, здесь просто ставки весьма высокие. Вот у человека уже там был провозглашен приговор, мы его положение в рамках вот этого конкретного дела ухудшить не можем. Но при этом совершенно никто не отменяет вероятность возбуждения новых дел в отношении тех, кто уже находится в заложниках у системы. Поэтому помогать сотрудникам ФСБ и вопреки желанию человека, если дело было не публичное, то в 80% случаев, если дело не публичное, если о нем малоизвестно, это значит, что фигурант этого дела сам не хочет, чтобы о нем было известно. Как правило. Это совершенно не всегда так бывает, но публичность это не спутник каждого дела государственной изменения. Если человек не хочет, то я не буду делать его дело публичным упреки его желаниям. Но это вполне себе понимаемо. И мне кажется, вчера мы были свидетелями еще одного нововведения такой новой практики, когда журналистам не говорят о вынесении приговора, именно поэтому мы узнаем как-то немножко после и о первом деле, и о втором. Ну, я не уверен, что это, честно говоря, новая практика. Опять же, в делах о госизмене вот эта таинственность, о котором вы говорите, это так сказать, это давняя история, всегда так было. и о некоторых делах государственные изменения становятся известны только после приговора, причем приговора устоявшего в силе в суде апелляционной инстанции. Вот только после этого весьма нередко всякие информагентства сообщают о том, что действительно было такое дело в таком-то регионе, такой-то фигурант, может быть, даже не будут сообщать имя. Не все карточки этих дел выкладываются на сайтах слов. Я знаю, что многие журналисты стремятся, поскольку государственные измены в последнее время в тренде, так сказать, многие журналисты стремятся узнать, сколько вообще всего дел, потому что статистика дело интересное, но если делать это, опираясь только на открытые источники, то сядешь в лужу, к сожалению, потому что информация из открытых источников, ну, наверное, отражает картину только максимум половины, может быть, чуть побольше, 60% дела о государственной измене всех по стране, потому что остаток, он под орелом таинственности, он секретный. Карточки не выкладывают на сайте судов, информагентства не пишут, и об этих делах становится известно уже только после приговора, когда уже человек посадили. Вот сегодня, например, с утра, раз уж мы с вами говорим про свежие, свежие дела, сегодня, например, с утра стало известно о задержании 21-летней студентки из Читы по делу о государственной измене, видимо, в форме шпионажа, по крайней мере, потому что пишут, пишут, что она собирала сведения, кажется, российских военнослужащих, или, по-моему, нет, не российских военнослужащих, фотографировала что-то и передавала в Украину. Вот, ну вот, да, новое дело. Еще очень любят клеймить разные дела государственные изменя самое такое-то, самое секое-то, значит, самый молодой фигурант, самый старый фигурант, самое, я не знаю, длительное задержание под стражей и так далее и тому подобное. Вот про Глеба Вердиана тоже говорили. Самый молодой фигурант делал государственные изменя. Глеб Вердиан не самый молодой фигурант делал государственные изменя. В прошлом году, вернее, в начале, по-моему, этого года, было достаточно громкое задержание. Задержали 18-летнего на тот момент студента, Андрея Васюренко по делу о склонении к государственной измене. Ну, вот, такое вот дело. То есть, он сам не изменял государству, но очень сильно уговаривал кого-то другого этому государству изменить? Ну, вроде того, да. Кроме того, все чаще мы видим дела гусузмени по поводу донатов украинской армии. Вот, в Хабаровске задержали тоже мужчину. И, собственно, это вся информация, которая у меня есть. Задержали мужчину в Хабаровске. И ничего больше мы об этом не знаем. Но, как полагается, насколько сейчас, ну, то есть, донатить украинской армии, будучи на территории Российской Федерации, сейчас совсем отбитая идея? Совсем отбитая? Вау. Совсем это равно задержанию или нет? Ну, не совсем. Не совсем равно задержанию, но если донатить с российского счета на, ну, то есть, если донатить с российского счета, то в таком случае вероятность не нулевая, скажем так, мягко говоря, не нулевая. Вот, донатить на нужды украинской армии, вот, непосредственно на цели, да, украинской армии, это действительно образует состав преступления, государственная измена, нас об этом, так сказать, предупреждали, генпрокуратура это сделала еще в первую неделю войны, это действительно образует состав. Таких дел немало уже, их уже с десяток, однако не в каждом из них, не в каждом из них речь идет о донатах непосредственно вооруженным силам Украины, да, то есть тут вопрос в том, что следствие приравняет к донату на финансирование деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, там ведь нет, значит, в уголовном кодексе не написано, что это именно за донат ВСУ. Это за финансирование деятельности, направленное на противобезопасность Российской Федерации. Что является этой деятельностью, зависит от трактовки следствия в рамках каждого конкретного дела. У нас есть дела, в которых, так сказать, ну, нам известны, о делах, так сказать, о которых следствие считает таковым финансирование неких фондов, неких фондов, связанных с Украиной, официальной Украиной, ну, то есть, каких-то окологосударственных фондов, но не только, финансирующих не только украинскую армию, да, например. Вот, поэтому утверждать, за что именно задержали жители Хабаровска, я не буду, могу сказать, что это, как минимум, третье известное дело о донатах, о финансировании этой деятельности из Хабаровска. В Хабаровске вот есть, вот как бы, уже как минимум два дела. И, вернее, региональная направленность, да. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что хотя бы немного света можете пролить нам на все происходящее, на эту тьму и мрак. Не то, чтобы тьма и мрак от этого становятся приятнее и как-то красивее, тем не менее, лучше знать, чем не знать. Это был Дмитрий Зайербек, глава проекта «Первый отдел». Спасибо большое за подключение. Вам спасибо. Счастливо. Ну, надеюсь, что пожелание счастья от Дмитрия нам поможет. Но вот родственникам мобилизованных из Бурятии пока не помогает ничего, поэтому они обратились к Путину. Конечно же, куда еще им обращаться? Куда бы обратиться? Может быть, птицей обратиться? Может быть, обратиться в ООН? Нет, давайте к Путину обратимся. Это самое лучшее, что можно придумать. Это родственницы пропавших без вести мобилизованных из части 69-647. Часть это из Бурятии. Они заявили, что 5 июня военные попали под артобстрел. С тех пор об их судьбе ничего не известно. С 5 июня. В видео женщины называют 35 фамилий пропавших без вести. Говорят, что это только часть ребят, чья судьба неизвестна. Просит помощи у Владимира Владимировича. В тюрьме. В воинской части 69-647. 37-я бригада, город Керта. Нами в родное время была получена информация о статусе наших родных как пропавших без вести. Мануев, Васильев, Лукьянов, Тимофеев, Гомбоев, Лышов, Дарханов, Корнёв, Заякин, Двоишников, Шунков, Немытышев, Брянский, Вологдин, Потясов, Тимошкин, Кондратьев, Ковалев, Перевалов, Воробьёв, Траканов. Слушай, ну что это было в конце-то концов? Ты проникнешь моментом. У женщин трагедия. Им важно, чтобы каждая фамилия была услышана. Они перечисляют эти фамилии. А как они себе представляют Путина? Вот сейчас Путин услышит. А, Ковалёв! Всё, сейчас сделаю. Клюшкина надо спасать. Мне кажется, так это происходит. Не иначе. Только как Клюшкина. Только как Клюшкина. Видимо, как-то так и происходит. Они потребовали дать какую-то разъяснительную информацию. Сообщили, что были написаны обращения в воинскую часть, но получили в ответ полное безразличие от командования этой части. Также они отправляли заявление в Минобороны, военкомат, 36-ю армию, военный восточный округ, военную прокуратуру, Следственный комитет, главную военную прокуратуру, прокуратуру Восточного округа, уполномоченным по правам человека в Бурятии, фонд защитники Отечества, Международный красный крест, комитет солдатских матерей, боевое братство, депутатам Государственной думы, главам района Бурятии, главе Республики Бурятия. Я как-то могу физически на тебя воздействовать? Что, пока не обращались? Там, знаешь, просто какая логика? Количество фамилий перечисленных должно соответствовать количеству адресатов. Поэтому набирается так. Я не знаю. Можно последнюю новость из России? А потом развернемся. Ростовский губернатор меня тут порадовал тем, как он умеет красиво слагать слова в речь. В общем, в Ростовской области проблема. Там реально нет бензина. Прям дефицит бензина. Огромная очередь на заправках. Надписи «Сегодня 92-го» нет. Губернатор Ростовский подтвердил нехватку бензина. Вот как он это сделал. Нюанс возник, и обходить его не стоит. Это начало нашего следующего творческого задания. Нюанс возник, и обходить его не стоит. Бессмысленный и беспощадный свет. Хоть тысячу лет ты обходи нюанс. Задачи в этом нет. Мы ввели, по сути, ежесуточный мониторинг, продолжил он рассказ. Я надеюсь, что мы этой ситуацией овладеем в ближайшее время. Он хочет овладеть ситуацией. Хоть чем-нибудь уже. Хоть чем-нибудь овладеть, но пока не получается. Ну а мы пытаемся овладеть временем. У нас тоже не очень получается. Тем не менее, срочно пора нам развернуться. И развернемся мы не куда-нибудь, а сразу прям в Армению. К вопросу о том, куда дрейфует Армения, как это было сформулировано у нас, в названии Рубен Миробян, политический эксперт из Армении, у нас на связи. Здравствуйте, Рубен. Приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо большое за подключение. Спасибо за заранее подключение, да. Вы знаете, не уходит Армения. Спасибо за приглашение. Да, да, всегда рада. Не уходит Армения в последнее время из новостных лент. Зато уходит, как будто бы, из российской сферы влияния. Ну вот да, в последней неделе каждый день эта новость о том, что как-то Армения все дальше и дальше отплывает от России, отходит, открещивается, как угодно назовите, то совместное учение США, то вот буквально вчера это передача гуманитарной помощи от президента Армении и от жены президента Армении, простите. А с чем связано вдруг, объясню, почему для меня это вдруг. Потому что, когда я последний раз была в Армении, было это еще до войны, в 21-м, кажется, году, на улицах висели плакаты типа «Путин навсегда», которые меня просто повергали в ужас. Я ездила и смотрела, думала, блин, ну неужели навсегда? Ну пожалуйста, как бы не хотелось. Что произошло? Можете ли вы объяснить с точки зрения политологии? То, что происходит морально-политическое банкротство России вообще и в Армении в частности, в нашем регионе в частности. И те процессы, которые происходят в арменно-российских отношениях, они носят объективный и закономерный характер. Тем более, что, как показывает ретроспективный взгляд, к сожалению, ретроспективный, все, что делалось эти последние 32 года, это было действительно стратегической ошибкой. Ошибкой России или ошибкой Армении? Ошибкой Армении, которую признал фактически открытым текстом и премьер-министр Армении. Потому что в том состоянии, в котором находится Армения, и то, о чем вы рассказываете о вашем визите в Армении в 21-м году, это как раз было самое такое тяжелое для Армении время, причем тяжелое именно по вине России. И именно используя это слабое положение Армении, Россия и ее агентура совершала эти омерзительные действия, навязывая свои, извините, морды и в том числе и армянским билбордам. Сейчас этого всего нет и не будет. Мы понимаем, что если у нас такой союзник, нам больше врагов не надо. Вот, собственно, что я могу сказать по этому пункту. Если коротко. Как армянское общество относится к этому? Объясню, в чем связан мой вопрос. Потому что я же тогда видела не только плакаты, я тогда еще и с таксистами разговаривала. И они как один рассказывали мне о том, как счастливы они идти в ногу с Путиным и какой у нас сильный президент и как они нам завидуют. Я уверена, что у меня неполное представление о том, как армянское общество смотрит на этот политический дрейф сейчас. Рады ли жители Армении? Чему рады? Уходу из орбиты России. Ну, скажем так, говорить с таксистами это не такая репрезентативная выборка, на которую можно опираться в своих обсуждениях об общественном мнении на данный момент или на тот момент. Конечно, опросы показывают, что общество в настоящее время сформировало социальный заказ на изменения, точнее, не то, что изменения, а на радикальное изменение отношений с Россией и на стратегический разворот стран во внешней оборонной политике и политике безопасности. Потому что то, что сейчас мы имеем как результат 32-х лет, это наши ошибки, которые самым подлым образом воспользовалась Россия. И мы сейчас имеем руины вот и системы безопасности, и наших представлений, не наших, а нашей страны, которые официально, доктринально считались таковыми, и все нужно выстраивать заново. И понятно, что в этом строительстве место России должно быть нулевым. Когда я был в Армении в 21-м году, я-то слышал большую обиду от граждан Армении, обиду на Россию, на россиян, на Путина, на нас на всех вместе взятых, за то, что мы не помогли в борьбе с Азербайджаном. Является ли проблема Карабаха той самой точкой болевой, из-за которой все это произошло? Или есть еще какие-то другие причины? Назвать, что только вот эта Карабахская война 20-го года явилась болевой точкой, это было бы таким упрощением всей проблемы. Хотя и понятным упрощением, потому что в общем-то человеческое мышление построено так, чтобы для решения задачи задачу нужно для начала упростить, чтобы понять, что к чему. Конечно, это послужило, скажем так, пусковым механизмом для того, чтобы переосмыслить вообще, что край стоит, что мы сделали, что мы не так сделали. Оказывается, мы все не так делали. то есть не мы, а те, кто правил Арменией до 18-го года. Собственно говоря, это уже опять-таки, как говорится, задним умом мы все умны. в принципе, все началось с того, с той, скажем так, с того ошибочного подхода, который начался еще во время правления Левона Тер-Петросена, когда сочли, что Россия больше не империя, и Россия уже необратимая демокрация. Очень короткий промежуток времени показал, что является в корне неверным, трагически неверным и первое, и второе. Россия остается империей, причем довольно-таки отсталой, во-первых, и во-вторых, Россия тогда, будучи несовершенной демократией, превратилась в консолидированную автократию, а сейчас уже сползла полностью фашизм, пробивая несколько слоев дна, если можно так сказать, и сейчас является страной, которая в ежедневном режиме совершает военные преступления, преступления против человечности, и лидер этой страны является разыскиваемым международным уголовным судом Гаги, и на него выписан ордер на лист. В сумме этого, в совокупности этого всего, это означает, что, имея такого союзника, нам больше врагов на данный уровень, и мы видим, что Россия не является решением какой-либо проблемы, Россия сама проблема, которую нужно решать. Значит ли это, что нам в скором времени стоит ждать выхода Армении из ОДКБ, например? В общем-то, это выход Армении из ОДКБ просто станет юридическим оформлением или деюре оформлением того положения вещей, которое уже сложилось де-факт. Потому что де-факто Армения не участвует уже в этих работах в рамках ОДКБ никак. Армения не участвует в этих провокационных учениях, которые проводятся в Бресте на польской границе. Армения до этого отказалась от еще одних учений, уже название не помню. И Армения отозвала своего посла в ОДКБ или Повпреда, который имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. И параллельно Армения проводит учения с Соединенными Штатами. Но это плановые учения, собственно говоря, потому что Армения являлась еще с 90-х годов и не прекращала быть членом активным причем программы партнерства во имя мира, причем Россия тоже была членом этой программы. И в рамках вот этой программы партнерства во имя мира Армения активно участвовала в миротворческих, международных миротворческих силах, в частности и в Ираке в 2003 и в 2003 и в и в Косово. Причем в Ираке сейчас нет армянского контингента, понятно, там оттуда они были выведены, но в Косово армянский контингент есть и последний. Плюс в Ливане есть также международный контингент, причем если в Косово, если не ошибаюсь, с немецким контингентом, а в Ливане с итальянским контингентом. То есть это сотрудничество продолжалось и эти учения носят значит периодический и плановый характер, но вы посмотрите, как это интересно вписалось политический контекст и начало вызывать просто уже конвульсии у официальной Москвы. Российского МИДа, да. Да, не только российского МИДа, но и товарищ Песков уже дважды об этом удостоил нас чести быть затронутым, да. Ну, так себе честь быть затронутым Песковым, если честно. Да, я понимаю, Рубен, у нас, к сожалению, заканчивается время, поэтому я вынужден немножечко вас прерывать и хочу успеть задать один последний вопрос. И в чате у нас об этом пишут, и я тоже об этом думаю, но ведь по сей день Армения фактически зависит очень сильно от России экономически, энергетически, есть уже планы, как резко перевернуть эту зависимость в какую-нибудь другую сторону, или есть план сосуществования политической независимости с экономической зависимостью? Я бы это не назвал зависимостью, потому что этой зависимости в таком критическом виде, в котором это представляется, этой зависимости нет. во-первых, у Армении достаточно хорошие отношения и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами, и с Ираном, чтобы за очень короткий период времени нивелировать эту, как вы называете, зависимость. Это не независимость, а это так вот инерционное ведение вещей, мы понимаем, что экономика это все-таки немного другая категория. Но экспорт все-таки в основном идет в Россию же сейчас, и сразу вот так бац и отрубить же не получится. Конечно, будет трудно, но не смертельно, это я вас убиваю, точно. Во-вторых, газ из Ирана уже идет в обмен на электричество, кстати, газ не является подсанкционным в отношении Ирана, и мы взамен расплачиваемся электроэнергией, за один кубометр вырабатывается 4 киловатт часа, мы 3 отдаем, 1 оставляем себе, это считается выгодным и для нас, и для Ирана. Мы можем, условно говоря, нарастить до 8 киловатт за оплату и этот газ завести не только нам в тепловые электростанции, но и на газовые плиты у нас в домах. Запросто, тем более, потребление Армении по российским меркам это примерно один такой средненький российский город. И, конечно, плюс к этому в Армении большие планы и также развитие ядерной энергетики, причем по американским технологиям, потому что то, что они вот эти микромодульные реакторы предлагают, у нас достаточное число специалистов, которые способны будут, мы ведем переговоры в этом отношении, уже идет конкретизация, да, мы будем это делать, это будем делать без России, если там начнется истерия, то еще и вопреки России, а политически в том мышлении, в котором они думают, еще и вопреки, то есть за счет политических интересов России в том виде, в котором эти больные головы представляют себя. Спасибо большое за комментарий, за подключение этим ранним утром, это был Рубен Моробян, политический эксперт, благодарим и ждем, например, снова когда-нибудь, надеюсь, получится поговорить еще раз про Армению и ее курс. Спасибо. Желательно из Армении уже в следующий раз. Желаю удачи, желаю удачи, всегда буду рад встретиться с вами вновь. Спасибо. Пока. Ну что, вот такая очередная геополитическая победа Путина, вот такая очередная геополитическая победа России, очередного друга потеряли. Удача! Очередной кинжал там в спине. Бедная спина. Куда? Следующие стоят уже, а кинуть некуда, понимаешь? Чуть ниже, то есть, ты хотела сказать. Ниже нужно целиться, ниже. Ну и ладно, я думаю, что с новостями мира мы, наверное, на сегодня закончим, и пора перейти к новостям Украины. Мы немножечко сегодня задержались с началом, поэтому задержимся и с концом. Сразу. Так и будет. И там вам неудобства доставили, и тут. Что мелочиться так? Положение вас поставим во всем фронтам. Действительно, тем более, у нас есть важный предзаписанный разговор, на мой взгляд, и важная дискуссия по поводу Константиновки. Я напомню, что в Константиновке случилась трагедия. Туда прилетела ракета прямо на рынок, прямо в час пик, и погибло 17 человек, а 32 были ранены. И я даже вот сейчас говорю это сама, хочу пойти и проверить, потому что понятно, что эти цифры, они всегда в таком находятся состоянии, склонны увеличиваться всегда. И вчера, уже после того, как утихли, на мой взгляд, слишком быстро утихли разговоры о том, что это трагедия, появился разговор о том, о чьей же была ракета. А вот, может быть, она все-таки была украинская, а может быть, она была все-таки российская, имели ли право исследователи говорить о том, что она украинская, если она все-таки российская и так далее. Мы решили в эти дискуссии не вступать, по крайней мере, по состоянию на день вчерашний, и поговорить об этом с Сергеем Ауслендером, военным журналистом. Здравствуйте, Сергей. Да, действительно, весь интернет и все сообщество и люди с разных сторон только и говорят, что о Константиновке и если вчера говорили в ключе случившейся трагедии и сегодня тоже такие разговоры продолжаются, то сегодня больше и чаще я вижу споров, а чья же была все-таки ракета. Есть два заявления, одно из которых от Руслана Левиева о том, что это украинская ракета и есть люди, которые нападают на людей, которые привержены этой версии. Что по этому поводу думаете вы? Насколько вообще можно точно узнать, чья ракета была в Константиновке? По обломкам опытный эксперт, взрывотехник и человек, который понимает в авиационных вооружениях по обломкам и по поражающим элементам может, на мой взгляд, довольно просто, но может быть прям не совсем довольно просто, но относительно просто установить, что это была за ракета. и дальше все довольно элементарно. Если это был какой-нибудь, не знаю, условно, Искандер или что-нибудь, или С-300, как, опять же, противники этой версии, когда изучали вот это изображение, отразившееся в крыше машины, увидели там такое характерное носовое оперение. Вот оно характерно для ракет С-300 и совсем не характерно для авиационных ракет, типа Харм, и уж тем более Сторм Шедоу, но я вообще полагаю, что это был не Сторм Шедоу точно, потому что иначе там разрушения были бы совсем чудовищные. Ну, это очень мощное оружие. Вот. И все, и как бы все вопросы снимают. То, что приводит Руслан Левиев, я видел его вот это вот интервью, где он это все рассказывал. Он все очень грамотно излагает, но это все косвенные свидетельства. Вот там люди посмотрели туда, вот ракета летела отсюда. С-300 не летала на 200 километров, потому что оно еще туда не летало, но оно может туда летать и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот его доводы, на мой взгляд, опять же, это мое мнение, они косвенные. Вот. А прямой ответ на вопрос, что это была за ракета, может дать исследование взрывотехников. Вот просто, мне кажется, это вот так должно выглядеть. Это первое. А второе, никогда не надо забывать первопричину всей этой истории. Первопричина заключается в том, что Россия напала на Украину, Россия ведет агрессивную войну. Если бы не было этой войны, не было бы прилета в Константин. Как, собственно, и массы других подобных историй. Мне кажется, с первопричиной не спорит ни никто, ни мы, ни вы, ни сам Руслан Левеев, ни немецкий журналист Бильд, который тоже выдвинул свою версию, совпавшую случайно с версией Левеева. Если я правильно услышал вас, то вы бы пока вообще ни на какую из версий не реагировали и не воспринимали ее как реальную. Да, именно так. До вот исследования, что это была за ракета. Если окажется... Что сейчас никаких обломков не было найдено и нам не на что опираться. Ну, их не может не быть найдено. Ракеты не испаряются в молекулы, остаются поражающие элементы. Там шарики или кубики, там все зависит от того, что это была за ракет. Там показывали в видео, я видел, там стена дома или там забор какой-то весь испещренный прям отверстиями от них. То есть, где-то они должны остаться. И дальше, в общем, это дело уже взрывотехников. Ну, в конце концов, можно позвать каких-нибудь европейских взрывотехников для того, чтобы это все прям совсем выглядело объективно. Как вы считаете, сколько времени нужно на то, чтобы оценить объективно, исследовать и прийти к какой-то конкретной версии? Ну, после того, как найдут обломки или вот эти поражающие элементы, там не так много на это нужно времени, я полагаю. То есть, это речь идет о днях, наверное, не более чем. Это не история, которая может длиться годами, вот уж точно совершенно. Можно ли сейчас предположить, что Украина уже знает точный ответ на вопрос, чья это была ракета? Возможно, но я не могу со стопроцентной уверенностью это утверждать, поскольку я там не имею отношения к этому следствию. Поэтому предположить можно, но насколько это так, я, честно говоря, не знаю. Еще раз говорю, вот когда случилась история в Краматорске, когда прилетела точка по вокзалу, там можно было обвинять Украину, потому что у нее тоже были точки на вооружении, но тот же CIT, кстати, ориентируясь на серийный номер, который был виден на обломках, установил, что это была российская ракета, потому что ракеты этой серии никогда не применялись там украинская армия или там она уже была произведена после распада Советского Союза, а Украина их не производила. Ну, у него какие-то тоже были такие очень грамотные доводы, а не осинтер это очень сильный, тут спору нет. Но вот сейчас нужно будет просто понять, что это была за ракета, и тогда можно будет в общем делать уже какие-то выводы. Пока, по-моему, преждевременно, а все бросились вот обсуждать версию, осуждать версию, там поддерживать версию, там пропаганда российская просто бьется в истерике в какой-то невероятной совершенно, опять же, все забывая про ту самую первопричину, ну, не забывая, а сознательно и игнорировая. Но помимо споров о том, чья ракета, есть еще и параллельные споры о том, а стоило ли вообще Руслану Левиеву высказывать хоть какую-то точку зрения, особенно, если вдруг она бьет по имиджу Украины. Как вы относитесь к этим рассуждениям? Молчал бы вообще, не лез бы, даже если это и украинская ракета, но не его дело? Ну, это вот как раз его дело, озвучивать свою версию или нет. Да, он называет себя независимым экспертом, он озвучивает вот свои версии произошедшего, имеет полное на это право, на мой взгляд. А версия уже там общественности, верить этому или нет, на основании тех аргументов, которые он приводит там, или тех доказательств. Поэтому, как вот я себе это вижу, ну, это его абсолютно личное дело. Хочет, пусть озвучивает, не хочет, не озвучивает. Тут вот как бы прям обвинять его в чем-то тоже я бы не стал, например. Ну, и как просто пользователь, что ли, услуг CIT, человек, который пользуется этой информацией, я бы выбрала, чтобы они озвучивали любые версии, даже те, которые мне очень сильно не нравятся, и те, которые заставляют меня топать ножками и бить кулаками по столу. Кроме того, что есть вопрос с Константиновкой, довольно горящий и дискуссионный даже. Есть еще вопрос по поводу контрнаступления. И если, простите, но Путин говорит о том, что контрнаступление захлебнулось, что это фиаско, провал, и вообще это даже контрнаступление нельзя назвать, то другие его же соратники говорят, что тактически оставили Работина. Как вы, как военный журналист, смотрите на успехи или не успехи контрнаступления Украины? Ну, я вообще не называл бы это контрнаступлением. Я не знаю, откуда родился этот термин. Это стратегическая наступательная операция, потому что контрнаступление проводится в тот момент, когда противник ведет наступление ему вот навстречу, чтобы погасить его наступательный порыв, например. Поэтому в этом смысле, кстати, Путин прав. Это не контрнаступление, это наступательная операция, стратегическая наступательная операции. Это первое. Второе, ну, если оно провалилось, значит, оно остановилось. Правильно? Иначе, как бы, в чем тогда смысл провала наступления? Зачем тогда Россия перебрасывает с Купинско-Лиманского направления, где у них там типа наметился успех, в кавычке возьмем это слово, то есть с того направления, где у них есть какая-то перспектива, перебрасывает аж две дивизии десантные, то есть это вроде как элита, там боеспособные войска на запорожское направление. Туда, где наступление провалилось. Вот тут не вяжется совершенно, да? Если почитать паблики этих всяких там Z-VN-коров и прочее, я за ними тоже слежу внимательно, там, по работе, естественно, не по доброй воле, то там картина-то складывается совершенно другая. Вообще вот прям совсем не похоже на провал, что там ужасно тяжелая обстановка, что украинцы прут, бои очень тяжелые, артиллерия украинская там кроет все там со страшной силой, шквальный огонь и все такое прочее. И, дескать, вот типа бравурные рапорты там генерала Коношенкова на передовой вообще там точнее с делами на передовой не вяжутся совершенно. Вот прям просто никак. Поэтому, ну и плюс, конечно, вот это тактически оставили, как сказал этот гауляйтер запорожский. То есть это прям новое слово в военной науке, да? Тактически что-нибудь оставить. Ну, впрочем, я должен сказать, что эта война вообще же породила такой новояз, прямо вот. Начиная, собственно, с ее определения, специальной военной операции, заканчивая там и перегруппировками, и непростыми решениями, и бог знает еще чем там. Это все же такой вопрос терминологический. Наступление идет. Украинцы сейчас, вот как мне это видится, опять же, я же тоже такой осинтер своего рода. Я смотрю по открытым источникам, пытаюсь делать какие-то выводы. Так вот, как мне кажется, украинцы сейчас не идут вглубь, то есть в сторону Токмака, прямо по ходу движения. Они сейчас пошли по расходящимся направлениям, ну, в частности, в сторону села Вербовое, да, это к востоку, получается, от Работина. То есть они пытаются сейчас расширить горловину прорыва и занимаются тем, что называется у военных обеспечивать фланги. Потому что узкий, длинный прорыв, такая кишка во фронте, да, она всегда чревата тем, что противник может подсечь фланги и будет котел. И вот, чтобы этого не допустить, украинцы создают себе, в общем, поле для маневра, во-первых, то есть расширяя вот эту горловину. Во-вторых, они обеспечивают себе фланги, защищаясь вот от такого вероятного флангового удара, и они идут вот вдоль линии обороны, получается. То есть ее тыльной части. Это довольно осложняет жизнь россиянам. К тому же они же оказались сейчас в межпозиционном пространстве, то, что называется, между линиями обороны. А там очень низкая плотность минных полей, потому что, ну, их там не должно быть много, чтобы войска могли маневрировать. Те войска, которые обороняются на этих линиях. И вот дальше посмотрим, как это все будет развиваться, потому что дальше, что у нас там? Там, ну, несколько сел таких довольно важных. Я вот запамятовал сейчас название, уже перепуталось все в голове. И Токмак, до Токмака там не так уж и много осталось, на самом деле. Если удастся достичь Токмака, то это будет такой безусловный успех, потому что уже от Токмака, насколько я понял, во-первых, Токмак это важный логистический узел всей вот российской обороны в Запорожье. От Токмака уже можно доставать до Мелитополя ствольной артиллерии. А Мелитополь это вот хаб, через который идет дорога Крымского коридора. Она ждет не вдоль моря, а как бы через Мелитополь идет этот раз. И это будет уже означать такой, в общем, безусловный успех. Может быть, это и не прям окончательный успех, в том смысле, что не факт, что дойдут вот в этом этапе до побережья Азовского моря. Но если они будут огнем контролировать слухопутный коридор, то, в общем, это будет означать фактически его такое перебивание, потому что он в такую дорогу смерти превратится. Сергей, но когда российские власти и российские СМИ и представители Министерства обороны говорят о провале контрнаступа или стратегического наступления, как называете его вы, они могут иметь в виду не только остановившееся наступление, но и наступление, которое продолжается с непомерно большими затратами человеческих ресурсов, техники, что вы думаете про потери Украины? Можно ли, основываясь на больших потерях, называть это провалом? Ну, это такой момент сложный очень. Понятно, что потери большие у украинцев. Украинцы не называют эти числа. Да, в общем, и россияне их-то толком не называют. Да, и все, что мы слышим по поводу потерь, что российских, что украинских, это исключительно такие оценочные суждения. И как бы, ну, это оценки. Реальных потерь мы не знаем и вряд ли узнаем до конца войны, вот как мне кажется. То есть украинцы сознательно их не называют по понятным причинам, там, россияне по не менее понятным причинам тоже. Вот, вопрос, насколько там хватит резервов сейчас, но, насколько я, опять же, понимаю, вот, основываясь на данных там разных аналитиков, то, что я видел и читал, часть вот этих тяжелых бригад в бой до сих пор не введена украинцами. То есть они все-таки еще надеются, еще ждут, вот где вот все-таки лопнет, треснет фронт, и тогда туда, ну, не то, что надеются и ждут, они над этим работают, просто еще вот есть как бы время, да, и вот они тогда введут туда основные силы в этот прорыв и смогут развить успех, потому что как бы прорвать фронт это тяжело, но развить успех это важнее, чем даже прорвать фронт, то есть не проблема там проломить во фронте дыру, но дальше нужно туда ввести какие-то силы, чтобы они вышли на оперативный простор, и тогда вот это уже будет успех, а просто пробить дыру, ну, а она затянется со временем, да, то есть если нечем будет развивать успех, то есть нужен эшелон развития успеха, и если он у украинцев остался, а вот кое-какие данные указывают на то, что он остался, тогда, собственно, все будет нормально. Поэтому россияне... Что, за точными цифрами надо только к Шойгу обращаться. К Коношенкову лучше. То есть, 6 плюс 6 равно 11, все точно, зато прям четкий ответ дает человек сразу, никаких вот этих оценочных суждений, ничего. Еще вопрос у нас есть. Да, но и глядя на и российские потери, которые уж точно мы можем назвать очень большими, огромными, даже опираясь на открытые данные, можно ли сделать вывод о скорой мобилизации? Вот у нас 8, 9, 10 пройдут выборы, а потом как будто бы руки у Путина будут развязаны. И чешутся. И чешутся. Вы имеете в виду 8, 9, 10 марта же, правильно? Нет, я имею в виду 8, 9, 10 сентября. Выборы, которые сейчас сентябрьские. Будет ли после них мобилизация? В смысле выборы президента Российской Федерации? Почему нет? Не президента, губернаторов и депутатов у нас выборы. А, нет, это, я думаю, вряд ли имеет какое-то отношение к делу. Я полагаю, что до президентских выборов они мобилизацию проводить не будут. Вот как мне это видится, опять же. Это мое оценочное осуждение. Они не будут до марта проводить мобилизацию. Есть какие-то такие признаки, которые на это указывают. В частности, вот сейчас появившиеся такие массовые сообщения о том, что зэков будут ставить на воинский учет в России. И вот это говорит о том, что, то есть, ну, ВСИН будет подавать списки в Минобороны. Минобороны будут присылать разнарядку в колонии. И колонии будут выдавать на гора там необходимое количество голов, значит, на фронт. А как заставить зэка на российской зоне поехать на фронт, ну, как бы, это не проблема совершенно. Технология обкатана. Технология обкатана, да. Там кто-то на деньги польстится. Кому-то там можно создать такие условия, что лучше на фронт, чем там оставаться. Ну, и так далее. Масса вариантов, что там говорить. Поэтому вот они этот будут использовать ресурс. Плюс там бесконечное вот это промывание мозгов там и поиск добровольцев. Опять же, в провинции всегда найдутся желающие. Ну, вот я где-то видел данные Росстата последние там, что 20 там с чем-то процентов населения России имеет доход от 19 тысяч рублей ниже. Я давно в России не живу, но я знаю, что 19 тысяч рублей это беспросветная нищета. Это даже не бедность. Это просто, ну, вот ниже уровня, я не знаю чего. То есть это вообще непонятно о чем. И когда человеку предлагают там 190 тысяч сразу вот прям тут же тебе вот авансом, то есть его, по сути, годовой доход, да, то он согласится в любом случае. Ну, найдутся, точнее, люди, которые на такое согласятся. А там, глядишь, вот этот авось извечный, может, пронесет, может, не поедут там. И обязательно им там что-нибудь вотрут на предмет того, что да ты будешь в тылу сидеть, да будешь там... Третья линия обороны. Базы в Луганске охранять, да, третья линия обороны. Это все известная история. Все это уже было, есть и снова будет. Все циклично очень в истории, как известно. Поэтому худо-бедно там с треском, со скрипом, но они наберут там какое-то количество людей. Поняв, что их этот грандиозный план, что-то 400 тысяч контрактов они хотели набрать, с треском провалилось. Вот. Но какое-то количество людей они наберут на восполнение потерь. У них, видимо, поэтому и нет ротации-то на фронте. У них же ротация сейчас осуществляется на фронте по принципу вот левый фланг меняется справа. И наоборот. Вот они вот тут, как в известном анекдоте, да, смена белья, первый барак меняется со вторым. Вот буквально так. При том, что у украинцев ротация-то происходит постоянно. То есть они снимают с фронта части, отводят в тыл, на переформирование, на пополнение, там заходят вновь. У россиян это не получается. То есть и там есть мобики, которые вот с той мобилизацией воюют. Ну, кто еще жив остался, вот уже год, без всякой замены, без ротации, без ничего абсолютно. А люди так воевать не могут. И поэтому подразделения несут потери, и из них не формируют новые, из вот этих мобилизованных контрактников, зэков, а их прямо туда отправляют сразу на пополнение. И все это, конечно, сказывается на боеспособности армии, самым, на мой взгляд, катастрофическим образом. Так что, в общем, короче говоря, мой вывод такой, что до президентских выборов, если только не случится чего-то вот для них совершенно катастрофического, дай бог, чтобы оно случилось, конечно, то есть не посыплется фронт, то они дотянут до выборов, а там уже трава не расти, можно уже будет. Сколько у него там сейчас срок? Шесть лет там, не знаю. Ну, у него понятно, что срок пожизненный, но я имею в виду формально, сколько он там лет. Смертную казнь отменили, поэтому пожизненный. Поэтому пожизненный, да. Вот такая хорошая новость от Сергея Услендера. Спасибо большое, Сергей, за этот комментарий. Спасибо большое. Это был Сергей Услендер, военный журналист. Благодарим. До свидания. Ну вот, вроде бы и хорошие новости подъехали, да, и фронт цепится, и мобилизации пока ждать не стоит. Может быть, и хорошие выходные нас будут ждать. Правда, вот Екатерина тут сообщила, что в Клювом Роге опять взрыв, и эта новость плохая. Надеюсь, что нет погибших и пострадавших. Екатерина, если вы тут еще с нами, то расскажите о том, что там происходит. Да, ну и спасибо, что держите в курсе и что остаетесь с нами, это важно лично для меня. А я еще немножко зачитаю донатилку, нам туда писали, и считаю важным это озвучить. Ольга писала «Миру мир», Лидия Ка писала «Ничего оригинального, а просто спасибо за вашу работу, это вполне себе оригинально. Лидия, спасибо». Аноним сказал «Смотрите больше, не опаздывайте». Антон, будем еще опаздывать или нет? Мы будем смотреть. Злая Поборка пишет «Денежка пришла, делюсь с близкими, вы лучшие ребята, спасибо, что не бросаете нас». Спасибо, что вы не бросаете нас, и еще и делитесь, и это вообще круто, спасибо. Валерий Ремезов, вам известный сегодня, пишет «Респект и спасибо». Татьяна пишет «На поддержку канала». И Алиса в другой стране повторяет свой донат, который я уже зачитывала, может быть, это случайность, я уже даже не знаю. Ну а мы не случайно будем завершать, потому что время 10.22. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому эфиру, написать комментарий сразу после окончания эфира, ну и поделиться, может быть, с кем-то, если вам он понравился. Нам-то понравилось с вами, поэтому мы с вами встретимся сегодня еще раз, уже через 1 час и 38 минут, в 11 часов по Москве, в 12 по Самарскому времени, у нас будет время сознания с Сергеем Лейбградом. Сергей Лейбград, поэт и писатель, будет помогать нам с вами подводить итоги этой недели, закруглять как бы ее, упаковывая в свой оригинальный формат. А мы будем просто ассистировать и подносить те самые темы и вопросы, в том числе и вопросы от вас. Вы тоже можете подносить вопросы, это будет прямой эфир, поэтому вы можете вопросы задавать прямо в прямом эфире, мы будем их транслировать Сергею. А можете озаботиться этим вопросом до и написать свои вопросы в донатилку, тогда мы еще сможем заранее время на это выделить и спланировать. С утренним эфиром на сегодня все. До скорой встречи. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok